посмотрите как ее гнет елки по порвала леску порвала леску блин а нет 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 не порвала я думаю леску порвала какой-то был рыба там еще какая-то рыба хорошая должна быть ребят и и и и и Продолжение следует... Всем привет! 16 декабря, поставил жерлицы, буду ждать поклевку щуки. Всем приятного просмотра! Так, хочу посмотреть, активный ли сегодня окунь. Здесь вот у меня с собой пара балалайк есть с безмотылками. Лунки у меня уже подготовлены, я уже заранее просверлил. Сейчас осталось только пройти по этим лункам и проверить, если там какой-то активный окунь. Погода классная сегодня, спокойно, ветра нету. Температура где-то около минус 8, вот так вот примерно. Потеплело, до этого холодно было. Минус 25, минус 30, вот несколько дней стояло. Сейчас вот потеплело, нормально вроде. Так, рыбач, буду пробовать вот на такую снасть сначала, на такую мормышку. Не мормышку, а безмотылку, вот такой вот с кубиком. Вот, сейчас покажу. Камера не фокусируется. Вот такой вот красненький бочонок и вот такой кубик серебристый, видите? Леска тонкая, у меня 0,08. Здесь я посередине пруда примерно нахожусь. Слева, справа одинаковое расстояние от берега и здесь русло. Слева или справа от меня, вот или я прямо на самом русле сейчас нахожусь. Глубина где-то вот, судя по тому, как опускается, где-то около 2,5 метров здесь. 2-2,5 примерно. Посмотрим, может быть здесь стоянка окуня какая-то есть. Сейчас сразу же первые проводки покажут, есть ли рыба, активная она или нет. Так вот, на самое дно опустил и вот таким дразнящим движением поднимаем мормышку. Буквально сейчас несколько проводок сделаю. Если поклевки не будет, пойду в следующую лунку. Вон там он у меня, если видно, шуруповерт стоит, видите? Я где-то лунок раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь лунок сделал и буду сейчас их проверять на наличие окуня. Здесь вот пока нет ударчиков, вот сейчас пару проводок сделал вверх-вниз. Проводок нету. А, нет, поклевок нету пока. Признаков на то, что есть окунь. Так, нету. Так, ладно, я тогда окуня поищу пока. Надеюсь, при следующем включении какая-то уже рыба будет на крючке. Так, к Леве подошел поздороваться к рыбаку-знакомому. У него сработка есть. Сейчас посмотрим. Что там у него? Сошла что ли? Сошла. Зараз такая. В общем, прошло несколько часов. После того момента, как я пытался окуня поймать. Представляете, так и не нашел я окуня сегодня. Вообще ни одной поклевки не видел. Несколько часов ходил искал. Потом, ну, пойду, думаю, проверю, жалец посмотрю. Сейчас вот есть одна сработка. Сейчас пойдем проверять. Там флаг, короче, выстрелил. Не знаю, там будет рыба, не будет. Погода очень сильно изменилась. Был ясный такой день. А сейчас вот снег повалил. Вообще, ну, такой хороший снег. Идет. Посмотрим. Может, сейчас, после того, как начался снег идти, может, поклевки. Ну, может, Чука активируется. Сейчас вот ближе к вечеру время. Вечер уже наступает. Через полчаса где-то закат будет. Темнеть начнет уже. Ну, уже начало темнеть. Так как паспортная погода, еще быстрее будет темнеть, короче. Ну, а ну, у меня фонарик есть. Так что этот. Если что-то там еще в темноте посмотрим. Может, в темноте какая-то сработка будет. В общем, погнали сработку проверять. Так, ну что, вот оно. Долгожданная сработка. Сразу приготовить погодь хочу. Вдруг там какой-то монстр. Так, вроде смотрана до стопора. О! Ее нагибает, ребята. Я видел, как она сейчас пошевелилась так. Рыба там должна быть. О! Смотрите, как ее гнет. Елки-палки. Порвала леску. Порвала леску, блин. А нет. Нет, нет, не порвала. Я думал, леску порвала. Звук какой-то был. Рыба там еще. О! Какая-то рыба хорошая должна быть, ребята. Так, ну. Только не сойди, пожалуйста. Да, хорошая рыба там. Так, не форсируй ее больно сильно. Ну, давай залази. Есть! Вот она. Есть, ребята. Есть. Вот она меня сейчас напугала. Я подошел. Жерлица прям так сильно загибала жерлицу. И такой звук был. Я думал, все, леска порвалась. Короче, такой щелчок был. Вот она. Есть, ребята. Есть. Отлично. О! Вот она мне сейчас душу в пятки загнала. Хорошая такая. Не знаю, сколько есть. Можно сразу проверить. Да уж. Заставила попереживать. С этим звуком странным. Щелчок какой-то был. Я думал, все. Рыбу порвала леску опять. Так. Вот весы показывают. 2,660. 2,660. Вот здесь видно. 2,660, ребята. Вот она. Отлично. Рыба взята. Класс. А то я уже ходил уже. Весь день что-то не клеилась рыбалка. Настроение уже такое уже. Плохое начало остановиться. И раз смотрю, сработка есть. Блин. Вот сейчас у меня, короче, этот адреналин выделился, когда я увидел, как гнется жерлица от того, как рыба тянет. И когда вот какой-то звук произошел, я думал, все, леску порвало, что ли. Вот это она меня сейчас напугала. Вот это да. Не натворила дела фона. Она кувыркается там вся. Щуки в этом году покрупнее стали. Прошлые года поменьше были. Вот этот пруд спускали, вот его наполнили. И щуки покрупнее начали попадаться. А вот я сейчас по голове ее ударил, ей рот открылся у меня. Пока мне очень везет, то что у меня каждая сработка почти реализованная. Потому что я вот говорю же, у других рыбаков часто вижу то, что сработка, они бегут, вытаскивают, а там рыбы нет. Сейчас посмотрим, как заглотило здесь. Да, в пищеводе почти крючок. Вот так вот, смотрите, поводок. Вот. Вот так вот торчит. Буквально. Вот так. Все крючки я проверил. Перед этим сезоном все поставил крючки новые, хорошие. Чтобы рыба не сходила. Проверил цевье, чтобы хорошее было. Вот такой вот трофей, ребята, очередной. Супер. Не могу прям свои чувства вам передать свое настроение. Самое классное настроение, это когда вот долго-долго нет поклевок. И раз внезапная поклевка, и берешь какой-то трофей вот такой, хорошую рыбу вытаскиваешь. Тем более, еще такой случай вот этот, то, что она жалится, какой-то звук издала. Было то еще. Я сначала думал, мне показалось, когда я только пришел, когда смотрю, что-то жалится, швелится. Думал, от ветра что ли? Потом думаю, ну как от ветра? Она же закопана, как она от ветра может швелиться? Потом понял то, что там хорошая рыба сидит. Так, что надо посмотреть, этот жвец уже все, наверное, погиб. Сейчас вот стопор отлично сработал. Видите, здесь вот за мной вот буквально лунка, и в метрах, раз-два, метрах в четырех вот такие вот кусты ивняк. И благодаря тому, что я жалится застопорил, да, вот то, что она застопоренная была, благодаря этому у меня рыба не завела в этот, в корягу. То есть мне очень повезло. Да, нормальный, отличный жвец. Сейчас надо будет сразу поставить стопор. Так. Буквально там немного, метров пять, наверное, оставлю, вот так застопорю. Стопорю вот так вот просто продеваю, вот так вот леску. Сюда в отверстие барабана. Это не на всех жалецах можно сделать, это вот на этой жалеце можно так сделать. Вот, например, где отверстие есть. Вот так просто петлю закидываю на их сюда, вот видите. Вот так получается. И просто накидываю на катушку. Стопорю получается. Потому что у меня метров пятнадцать здесь лески. Если я все оставлю, то потом я искоряк могу затрудниться вытащить рыбу после поклевки. Wait. Вот это очень хорошо. Всё. Так, ну давай, Желечка, поймай ещё такую щуку. Будет классно. Отлично. Так, ну ладно, сейчас пойду, другие жерлицы тоже проверю. Посмотрю, может ещё где-то сработка есть. Так, у меня в волокушек всё самое нужно, здесь бур, бедро с живцами, коробочки с этими, с балалайками и сумочка для жерлиц. А теперь ещё и щука будет лежать. Так, ладно, пойду посмотрю другие жерлицы. Начал обходить другие жерлицы. Смотрю, здесь у меня что-то флаг лежит. Видите, вон, видимо, сработка была и флаг улетел. Вылетел, короче. У меня бывает на некоторых жерлицах флаги вылетают. Я пытался здесь закрепить, но что-то этот. Всё равно некоторые из них продолжают вылетать. Так, интересно, рыбы там нет. Должна быть сработка эта, потому что стопор вот внизу находится. Вот под вечер есть какая-то движуха. А днём так ничего не стреляло. Так, посмотрим, сработка нет. Да, до стопора смотана. Смотана до стопора, но не знаю, жерлица не швелится. Нет, рыбы нету. Смотана. Поклёвка, видимо, была. И этот карасик покоцанный тоже. Зубки-то есть. Так, значит, поклёвка была. Ладно, переставлю. Отлично. Это одна из немногочисленных холостых, которые я видел пока за эти дни. Это какая-то осторожная, видимо, щука была, видите. До стопора смотала и бросила живца. Так-то он вроде нормально стоит этот флаг. Всё отлично. Я не знаю, что произошло. Вроде нормально закреплен. Может, так сильно щуку дернул, что он вылетел. Кто его знает. С утра тихо было, спокойно. Солнышко светило. Потом что-то снег пошел. Сейчас вот ещё ветер раздул. Так, всё. Так, ну ладно, надеюсь ещё раз клюнет. Пойду сейчас ещё другие жерлицы посмотрю, может ещё где-то сработка есть. Так, начал обходить жерлицы. Ну, смотреть. В темноте там сработки там. Живцов хотел посмотреть. Здесь вот смотрю, одну жерлицу поднимаю, она смотана прямо до этого. До стопора прям. Смотрим, может рыба там сидит. Так. Да, есть рыба. Есть. Ох, только не сойди, только не сойди. Она как-то держится как-то странно. Только не сойди, подружка. Давай сюда. Заходи в лунку. Так, в лунку не хочет заходить, зараза. Хорошая рыба должна быть, ребята. Хорошая. Хорошая. Есть. Есть. Отлично взял её. Вот она. Вот такая щука сидела. Сейчас фонарик опущу. И даже сработки не было. Опять. Опять странная поклёвка. Это из-за того, что намокают катушки. Там писали, там подписчики то, что типа поставь этот губку. Сейчас я сделаю так фонарик, чтобы этот видно было. А то что-то наверно не было. Ничего не видно там на камеру, да? Так. Вот как-то вот так сейчас поставлю. Вот такая вот, друзья, щука есть. Потом взвесим, посмотрим. Сейчас ещё хочу пойти другие железы проверить. Вот такая вот. Она уставшая была. Сидела даже этот. Даже, ну, не было признаков никаких то, что рыба там до стол просмотала. И сидела устала, видимо. Такая хорошая щука. Я думаю, где-то за два килограмма я сейчас взвесим, посмотрим сразу. Так. Вот такие вот чудеса произошли в темноте. Отлично. Наконец-то я дождался рыбину. Так вот, весы на нулях. Сейчас посмотрим, что покажет там. В общем, пока хитро клюют. Флайк не выстреливает. Так, вот не знаю, сейчас видно будет. Нет на эту камеру. Два. Два. Триста показывает. Два. Триста, ребята. Вот такой вот хороший экземпляр. В темноте попался. Вот такой вот отличный. Рыбалка супер получается. Днем не было совсем поклевок. Вот все поклевки под вечер. Вот уже темно. Видите, с наступления темноты уже поклевка была. Поводок здесь почти перетерло уже. Ну, так уж. Может еще держать, но так себе уже лучше новый поставить. Сейчас эту железу переставлю. Хорошая щука. Щуки вообще хорошие попадаются. Все такие двушки за два килограмма, три килограмма там. Сами видите, 2 600 там была вот до этого. Пока вот фартит вообще в этом плане. Так, сейчас где у меня этот экстракт был где-то здесь. Волокушек я его в карман не вложил, потому что он на морозе был этот запачкан кровью. Я его не вложил в этот. В карман. Ну, так при уваживании заставило попереживать. В лунку вообще не хотелось заходить. Ох, как сильно сжал челюсти-то свои. Здесь без удара по голове не обойдется, походу делает. Зубастая. Так, да? Сразу же. Рот открылся, видите, сразу. Можно теперь делать изъятие крючка. Опять в пищеводе крючок. Все по тому же сценарию все происходит, когда сразу не бежишь, не вытаскиваешь. Вот хорошая засечка получается. Ну, такая уже не сойдет, если только леску порвет или поводок там перетрет. Только так. А вот там крючок вообще глубоко в пищеводе. Живет, кстати, снаружи. И тоже у другой щеки такая же история была. Так. Сейчас покажу, что у нас с поводком с этим. Поводок этот выживет еще. Он рабочий как бы, но Хочу показать, как она перетерла его уже. У меня вот этим поводком несколько лет. Вот смотрите, видите. Уже пошел как бы поводок уже в этот. В расход пошел там. 50% уже изношено. Вот так вот. Так, ну ладно, я пока поставлю его. У меня с собой новый и так-то есть, но этот, думаю, этот еще справится еще с одной зубастой. Потом уже, когда жалецы переоснащать дома буду, уже поменяю. Сейчас посмотрим, что с живцом она сделала. Так, с живцом что здесь произошло-то? Живец уже-то такой уже потрепанный весь. И он уже, кстати, мертвый был. Она клюнула на мертвого живца. Вот, судя по жабрам, у него жабры белые-белые вот вообще. Да уж, на мертвого живца представлять поклевка была. Но я это видел, уже наблюдал. До этого то, что на мертвых живцов тоже клюет. Сейчас я сюда поставлю, наверное, свежего живца. У меня живцы почти закончились, надо будет еще купить. Сюда поставлю живого. В эту лунку, где щука попалась, может здесь тропа ее. Ну, так бывает часто то, что если одна щука попадается, в этой же лунке может другая щука тоже этот клюнуть. Часто я так на рыбалке видел. Пусть пока постоит и порыбачит еще эта лунка. Вот хорошо сейчас стопор сработал, потому что здесь тоже кругом заросли всякие. Все отлично сработало. Так вот, я примерно на глаз знаю, какая мне глубина нужна. Вот от руки до плеча я здесь делаю. И живец прям становится там, где нужно, над этим, над растительностью прям. Все, если что, стопор установлено, сейчас смотает щука. Отлично, прям не могу нарадоваться, ребята. Отличная щука. Вообще в темноте. Сейчас никого на пруду нету, я один. И вот наслаждаюсь вот такой вот поимкой вот такой вот рыбы. Вот она зубастая. Так ладно, пойду другие жельцы еще сейчас смотреть, проверять. Может еще где-то щука сидит. Сейчас жельцу надо закопать, чтобы не замерзала. Так-то потеплело под вечер. Температура повысилась. Все равно лучше закопать, чтобы затянуть ее. Сейчас темно, в принципе. Может еще где-то повезет. Так, подошел к жельце. И здесь такая же история, представляете. Решил проверить, малька посмотреть. Смотрю, там смотано до этого. До стопора прям. И выстрела нету, флаг не выстрелил. Сейчас посмотрим, рыбы там нету, интересно. Или смотался уже. Что-то пока не давит. Нет рыбы нету. Живец. Живой, кстати. Представляете. Живец живой. И этот, видимо, какая-то поклевка была, сработка. Но этот щуку не попался почему-то. А так до стопора он промотал. Так, ладно, сейчас перезаряжу. Снова поставлю. Какая-то, может, осторожная была. И не попалась. Это, кстати, та жельца, на которой уже была сработка. Вот перед этой щукой, которая на 2300. Была сработка, помните, холостая. Вот опять эта жельца сработала. Судя по тому, как она промотала до этого. До стопора. Но опять не попалась. То есть, она, скорее всего, не крупная эта щука, наверное. Поэтому она не попадается. Это жельца, на которую флаг вылетел, лежала рядом. Так, ладно, пусть еще постоит. Оставлю ее. Может, попадется еще что-то, посмотрим. То есть, какая-то движуха, вот видите, под вечер есть. На закате что-то происходит. Поклевки есть. Но рыба не всегда та, которая заглатывает. Бывают какие-то щуки, они там, я же говорю, из-за размера. То, что просто дергают живца и уходят. Так, ну ладно. Я думаю, то, что если она здесь крутится, она все равно может. Большая вероятность есть, то, что она снова попадется. Самое главное – сработку видеть. Тогда уже понимаешь то, что здесь хищник облетает. Так, ладно, пойдемте следующую проверять. Сейчас обход еще жельца не закончил, я еще проверю жельца. Ну что, друзья. Ну, уже поздний вечер. Я проверил все жельцы. Больше сработок не было. Вот такая вот сегодня рыбалка получилась. Два хороших экземпляра. Два 600 и два 300 по щуке. Там две еще нереализованные, холостые сработки. Так как у меня стопор стоит где-то два метра. И поэтому флаг не выстреливает. Не знаю, можно попробовать какую-то губку там на флаг, говорят, можно налепить там, не знаю, можно так попробовать. Но смысл в том, что если бы 15 метров там, например, у меня я бы оставил, тогда бы был выстрел. Но тогда она в коряги заведет. Подсказку сделаете, да? Как можно сделать так, чтобы буквально сразу же при малейшем прикосновении щуки, чтобы флаг выстреливал. Очень будет интересно. Там в комментариях напишите, кто знает, может кто-то там опытный жилищник. Ну что, друзья, я поехал домой. Вот такая вот интересная рыбалка получилась. Надеюсь, вам понравилось. Всем большое очень спасибо за просмотр. Спасибо за то, что комментарии хорошие, добрые пишите, за то, что канал поддерживаете, за то, что смотрите. Мы с вами увидимся на следующей рыбалке в следующем видео. Всем пока!